История о силе молитвы. Одна наша многодетная прихожанка рассказала мне следующую историю. Один из ее сыновей уже вырос выше ее на голову, так справиться с ним физически она уже не может, а он попал в плен к своему смартфону. Сидит он целыми днями и уроки не делает, все забросил и немножечко возвращается к нормальному состоянию, когда его забудет, допустим, уходя в школу, она его спрячет. И вот пока он не найдет и ищет, он что-то успевает сделать, а потом он снова там в плену. И вот она однажды, как говорит, нашла место, где он ни за что не найдет. Такое место хорошее. Дождалась, пока он забыл, уходя в школу смартфона, спрятала туда, делает вид, что ничего не знает. Сын пришел в раздраженные школы, ищет, 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 не может найти, ищет, не может найти. И подходит к ней, говорит, мам, кому молиться, когда вещь потерял? Ну, она говорит, ну, Трифону мученику молись. Вот, он говорит, ты мученик Трифон, моли Бога о нас, и ты мученик Трифон, помоги мне. Нашел, говорит, работает. Вот, говорит, батюшка, что с этим делать? Понимаете, вот Господь помог ему, чтобы он на всю жизнь, может быть, запомнил, что молитва помогает даже вот в таком деле, понимаете, через своего святого мученика. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.